Пирамиды и храмы Мысль защищает тело, могущество сознания и тайны мышления. У них были браслеты из травы. Ни один браслет не сгорел. Одежда у них даже не обуглилась, хотя они стояли в огне. Генетическая память и скрытые резервы мозга. Как прожить Муфасаилов век? Средняя продолжительность жизни людей, занимающихся активным интеллектуальным трудом на 20 лет больше, я как-то мысленно сразу себе представил университетские коридоры. Матрица сознания и русская идея. Жизнь в позитиве. В программе «Тайны сознания». Ученые бьют тревогу. Человеческий мозг начинает деградировать. Когда создавались первые компьютеры, все считали, что люди станут умнее. Интернет и компьютерные технологии создают иллюзию интеллектуального роста человечества при полном отсутствии реального развития собственного мышления. Специалисты обнаружили резкое уменьшение мыслительных способностей подростков. При этом они прекрасно умеют нажимать кнопки клавиатуры. Сознание людей застыло на уровне прошлого века. Нельзя, чтобы наши техногенные успехи, бумага, деньги затмевали человека. Ну, давайте вспомним «Мастера и Маргариту». Там очень такой в театре характерный был сюжет, да, когда Волан там вопрошает. Ну, давненько я у вас не был. Чего тут у вас новенького-то? Но меня, конечно, не столько интересуют автобусы, телефоны и прочая аппаратура. Совершенно верно. Благодарю. Сколько значительно более важный вопрос. Изменились ли эти горожане внутренне? Ну и пульнул из этого пистолета, полетели, значит, там бумажки и все. Люди, он говорит, а, люди-то те же самые. Так вот, сегодня точно так же очередной Волан пульнул нам из пистолета, и мы бросились на эти бумажки, не понимая, что главное – это человека изменить. А человека изменить можно через систему образования, через развитие духовно-нравственных ценностей, через формирование культуры, истинной культуры, потому что человек, в отличие от любого иного существа, формируется, в отличие от других, на основании культуры. Что такое сознание и откуда оно появилось у вида Homo sapiens, остается непостижимой загадкой. Есть мнение, что тайны мозга и есть тайна творения, и нам никогда ее не раскрыть, поскольку Господь непознаваем. Парадокс, но до сих пор самым неизученным объектом на Земле остается человеческий мозг. Ученые до сих пор не выяснили, как происходит процесс мышления и как же на самом деле мозг был образован. Ведь нашим далеким предкам отнюдь не требовалось суперсознание для того, чтобы добывать пищу, охранять себя или размножаться. Вот взять, например, человекообразных обезьян. Они совершенно справляются и без этого. Они не размышляют о судьбах человечества, о росте цен на бензин или о проблемах ЖКХ. До сих пор не исследован и механизм памяти. Оказывается, для одного акта запоминания требуется, чтобы в мозгу образовывалась крохотная частичка белка. Но с учетом всей информации, которую человек получает в течение жизни, его мозг, по идее, должен быть размерами с земной шар. В общем, мозг – это своеобразный черный ящик, который расшифровать до сих пор не удалось. Но манипулировать им мы умеем весьма успешно. Исследования специалистов показали, что современный 15-летний подросток тратит в неделю на чтение книг меньше двух часов, на просмотр телевизора – 11 часов, а 9 часов – на компьютерные игры. Такой расклад получения информации приводит к структурным изменениям мозга, считает профессор института имени Бехтерева Валерий Слезин. Мы обследовали детей, которые читают книги, которые смотрят телевидение. И смотрели энцефалограмму по созреванию частот мозга. И видели, что это нормальные дети, они обследовались невропатолога, там не было никакой органики и дефекта. Это их развитие. Но развитие замедленное, потому что они смотрят пассивную информацию, воспринимают телевизионную, не вовид, вам будет сказано. И это не развивает мозг. Чтение книги, активная истинная жизнь, где не в сельской местности, она создает развитие. А вот это пассивное – человек полуспит. Информация не исчезает бесследно. Она накапливается и в скрытом виде передается по наследству. При чтении активизируются особые участки мозга, распаковывающие пакеты этой информации. В языке народа закодированы скрытые образы, которые способны пробуждать генетическую память, накопленную поколениями наших предков. Наша письменность и наш язык, он уникален. Он сродни иероглифике. То есть у нас нет просто случайного набора букв, случайного набора звуков. Все наши слова, они имеют такой иной смысл. Вот, допустим, любое слово вы возьмете, там есть некий скрытый смысл. Допустим, свобода. А нам сейчас предлагают слово либерализм. А почему? Да потому что свобода, оно на генетическом уровне несет иную смысловую нагрузку. С, совестью, во, водительство, богом данное. С, во, бо, да. Потому что вы с совестью водительствуемые и строите свою жизнь в русле божьего промысла. А вот либерализм это не предполагает. Или возьмем слово управление. Почему нам это слово активно сейчас пытаются подменить слово менеджмент? Да потому что управление на Руси, под управлением, всегда понималось то, что является однокоренным со словом правда, праведность, справедливость. А менеджмент это уже нечто иное. И не случайно нынешние словари определяют бизнес как искусство вынимать деньги из чужих карманов, не прибегая к насилию. Это совершенно другой подход уже. Сегодня много говорят о скрытых возможностях человека. С помощью специальных препаратов люди демонстрируют феноменальные физические способности, чудеса памяти, инфракрасного видения и тому подобное. Но все эти препараты лишь пробуждают заложенные в нас природой чудесные способности, хранимые в глубинах мозга. Нет прибора, который измерял бы вот эти особые состояния. Но они есть. И я, например, находясь в Болгарии, видел, как люди шли в огне по раскаленным углям, быстрыми ногами, ничего не было. И люди стояли среди огня, который стоял им до пояса. А у них были браслеты из травы. Ни один браслет не сгорел. Одежда у них даже не обуглилась, хотя они стояли в огне. Они к этому огню, там у них строгое воздержание от всех возможных контактов, строгая, так сказать, диета. Они к этому готовятся, они молятся. Они входят в это состояние. Смотрите далее. Тайны психологической войны. Тротиловый эквивалент скандала в Белом доме. Президент трахнулась девушку-скалата. Юную активистку. Хорошо, он трахнул ее на активистку. Что можно придумать, чтобы отвлечь от этого внимания? Тренировка сознания. Интеллектуальный эликсир бессмерти. Мы живем до того времени, пока функционирует наш мозг. Мусофаилов век. Библейский патриарх жил 120 лет. По мнению биологов, это и есть естественная продолжительность жизни биологического вида хомо сапиенс. Ученые сделали сенсационное открытие. Оказывается, продолжительность жизни напрямую зависит не только от физических, но гораздо более от умственных упражнений. Но среди лиц, занимающихся активным интеллектуальным трудом, продолжительность жизни на 20 лет больше. Что это означает? Что если человек побуждает себя думать, интеллектуально развиваться, решает некие мыслительные задачи, он продлевает свое существование. Потому что, в конечном счете, мы живем до того времени, пока функционирует наш мозг. И, казалось бы, мы должны были бы любому человеку это сказать. Сделать эту нехитрую истину достоянием массовой культуры. И сказать, что любой человек, вне зависимости от того, генетически дарована ли ему жизнь длинная или не очень, может резиночку собственной жизни растянуть примерно на четверть века. Согласитесь, это очень значительный срок. Бездумный технический прогресс, грубое вмешательство в естественную природу человека, виртуальные и компьютерные игры с мозгом способны не только погасить божественную искру сознания, но и превратить человечество в исчезающий вид. Да, как вид. Ну, вот есть человек такого белого цвета, ну, есть, скажем, собака Пузель, а есть Сенбернар, вот порода вдруг вымирает, ее пытаются спасти. Когда вымирает порода человека, ее спасти не пытаются. А наоборот, стараются добиться, говорят, что скорее она должна смешаться и исчезнуть, создать некий глобализм. Это неверно, потому что рост информативности в обществе – это жизнь. Если у нас все будут одинаковые, то население вымрется. Древние говорили, если не можешь изменить мир, измени представление о нем. Именно этот постулат лег в основу самого страшного оружия 21 века. Несмотря на то, что природа человеческого сознания остается загадкой, люди пытаются манипулировать им, преследуя свои корыстные интересы. Война с танками и бомбами отходит в прошлое, становится неэффективной. Все чаще полем битвы становится человеческий мозг. Информационная операция – это основная часть военной боевой стратегии Соединенных Штатов. Что такое информационная война? Информационная война, согласно американскому определению, опять же, это такая система воздействия на сознание и систему управления вероятного противника, которая позволяет внедрить в сознание лиц, принимающих решения, правительств, элиты и населения, нужные агрессору ценности, и таким образом, за счет информационного воздействия, выиграть войну до того, как в дело вступили пушки. В знаменитом фильме «Плутовство» в российском прокате он шел под названием «Хвост, который виляет собакой» блестяще показан механизм информационно-психологической войны. Навязывание ложных образов, создание информационных фантомов. Мы помним лозунги, но не помним войн. А знаете почему? Почему? Потому что это шоу-бизнес, и поэтому мы обратились к вам. Понятно. Обнаженная девушка, обожженная напалмом, буква В, виктори, символ победы, пять морских пехотинцев поднимают влаг на горе Сурибахи. Пройдет 15 лет, но вы будете помнить этот снимок, хотя забудете о войне. В основе киноленты реальная история похождений президента США Билла Клинтона и стажерки Моники Левински. Президент трахнулась девушку-скала. Юной активисткой. Хорошо, он трахнул юной активисткой. Но что можно придумать, чтобы отвлечь от этого внимания? Простите, мне нужно выпить овощной коктейль. А вы как думаете, что может отвлечь от этого внимания, мистер Моник? Ничего, ничего, ничего. Для этого нужно, по крайней мере, начать войну. Кстати, именно Билл Клинтон на заседании начальников штабов в 95-м году дал оценку эффективности информационно-психологической войны против СССР. Используя промахи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность Горбачева и его окружения, в том числе и тех, кто откровенно занял проамериканскую позицию, мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы. Да, мы затратили на это многие миллиарды долларов, но они уже сейчас близки к тому, что у русских называется самоокупаемость. Расшатав идеологические основы СССР, мы сумели бескромно вывести из войны за мировое господство государство, составляющее основную конкуренцию Америке. По сценарию фильма, чтобы отвлечь внимание общественности от сексуального скандала с президентом, специалисты развязывают виртуальную войну. Вы смотрели хронику войны в заливе? Что вы видели из-за дня в день? Одну бомбу, которая летела точно в дымоход. Хотите правду? Я присутствовал при съемке этих кадров. Она проводилась в павильоне в штате Вирджиния, с моделью величиной в 1,10 реального здания. Правда? Откуда мы знаем? В реальной войне против Югославии, помимо танков и бомбардировщиков, участвовали два батальона психологической поддержки, которые занимались демонизацией сербов в общественном сознании. Как стало известно, телевизионные репортажи о зверствах сербов и мультимедийные картинки с Иракского фронта были сфабрикованы экспертами психологической войны. Знаменитый китайский мудрец Сунь Цзи говорил, величайшее искусство войны состоит в том, чтобы нападать на разум противника, а не на его города. Информационно-психологическая война является, пожалуй, что лучшим способом ведения боевых действий. В секретных полевых уставах армии США имеется даже специальный раздел, посвященный информационно-психологическим войнам. Суть их заключается в том, что противнику навязывается своя система ценностей. Чем опасно психологическое оружие? Во-первых, оно незаметно. Во-вторых, позволяет завоевателям сохранять материальные ценности противника. И если при использовании обычного оружия вы еще можете сопротивляться, то при использовании психологического радостно идете навстречу завоевателям. Впрочем, защита от навязывания чужих ценностей есть. Это глубинное, практически на уровне подсознания, ощущение собственных национальных традиций и обычаев. А главное – независимость и самостоятельность мышления. Эти примеры – лишь часть операции по созданию информационной матрицы – психологического гетто. Для осуществления долгосрочных глобальных планов используются более изощренные методы. С помощью электронных средств массовой информации осуществлялось перепрограммирование населения, то есть создание новых социальных идеалов. Те, кому была свойственна независимость мышления, не поддались этой информационной агрессии. Но, к сожалению, независимость мышления удел немногих. Большинством людей руководит стадное чувство. А что, я как все. А рассказано – возьми от жизни все. Не дай себе засохнуть. То, конечно, надо рубить бабло. И страшно подумать, сколько людей покалечили свою собственную жизнь и жизнь своих близких ради этого призрачного социального идеала. Смотрите далее. Лекарства от депрессии. Иммунитет к психическим вирусам. Русская цивилизация станет цивилизацией от Тихого до Атлантического океана. Виртуальная чернуха и катастрофы сознания. Вот эта недоразвитость мозгов, она охватывает всю Европу. Россия и вся европейская цивилизация переживают демографический кризис. Не случайно этот год объявлен годом семьи, а проблема рождаемости стала главным национальным проектом. Как показали сенсационные исследования российских ученых, одна из главных причин такой ситуации кроется в телевизоре. Поток негативной информации с цен насилия воздействует на сознание и переносится в семейные отношения. Отсутствие позитивных эмоций напрямую связано с рождаемостью. Ну, скажем, если овца родит ягненка, она его часа три облизывает. Если у нее сразу отобрать ягненка, не дать ей облизать его, то ягненок никогда не будет ни скакать, ни прыгать. Он будет социопатом. Он будет психопатом социальным. То же самое, собственно говоря, аналогично у человека. Если ребенок нежелательный, если мать во время родов, так сказать, ее дергают, и она работает, то он будет социопатом. То есть он будет человеконенавистником в какой-то степени. Его мать должна любить и облизывать. То будет нормально. То у него будет недоразвитый мозг. Вот эта недоразвитость мозгов, она охватывает всю Европу. И из-за этого, собственно говоря, их и вытесняют арабы. Потому что арабы облизывают. Может, он не такой грамотный, может, кто там не считал Вольтера. Но его любили. И он жил в нормальной, полноценной семье. Как показали исследования, для гармоничного развития человек нуждается в позитивных эмоциях. Так что нравственная цензура в масс-медиа это не прихоть власти, а научно доказанная необходимость. Когда у человека на одну положительную эмоцию дается три, это тоже я экспериментально показывал на большой выборке, три позитивных. На одну негативную, три позитивные. Значит, человек нормален. Если ему давать только позитивную, он будет вял и неактивен. Если ему давать негативного больше, у него начнутся болезни. Другой метод психологического воздействия это навязываемая катастрофичность сознания. Непрерывный поток сообщений о природных катаклизмах, убийствах, бедствиях лишает человека веры в будущее. Причем за лозунгом «Живи сегодня» скрыт вполне меркантильный интерес коммерсантов. Повышение покупательского спроса. Спеши купить новинку сегодня, ведь завтра может и не наступить. Если завтра может все прекратиться, то надо жить сегодняшним днем. И массовая культура вторит этой политической установке. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. А ведь такая философия побуждает людей не думать о будущем своей страны, о социальной защищенности своих детей и внуков. Важно успеть сейчас. Завтра будет поздно. Вот та идеология, которая тоже привносилась в наше общество. Как защититься от подобных психологических атак на сознание? По мнению специалистов, главное – формирование позитивного мировоззрения, основанного на естественном культурно-историческом опыте. Мозг сохраняет всю генетическую память предков, их искусство выживания. Как показали исследования академика Чудинова, на территории России за 30 тысяч лет до египетских пирамид существовала высокоразвитая цивилизация, обладавшая письменностью и высочайшей культурой. Поднимите исследование Московского государственного университета, и вы увидите, что письменность нашей страны насчитывает по меньшей мере 30 тысяч лет. И вот та самая грамотность, которая была, ну, это, так сказать, проведено по исследованиям надписей на камнях. И возраст этих надписей определен. И, значит, вот это все, то, что формировалось тысячелетиями, оно не истребляется ни за одно, ни за два поколения. Человек рождается вот с некой генетической памятью, если угодно, с винчестером. Вот на этом нашем винчестере нашего сознания записана вся вот память этих тысячелетий. И ее стереть за одно поколение невозможно. Заложенный в нашей памяти тысячелетний опыт предков подсознательно защищает нас от агрессивного информационного налета последних десятилетий. Внутренняя культура, духовность, нравственность заложена в глубине нашего сознания. Мне иногда говорят, ну, если вашей цивилизации 20-30 тысяч лет, то где же следы этой цивилизации, где пирамиды, где храмы? На это я отвечаю, что у нас единственная цивилизация, на которой никогда не было рабовладения. Пирамиды и храмы могут строить только рабы. Если мы с вами живем на равных, то кто кому храм-то будет строить? Поэтому у нас формировался храм души. И этому храму души десятки тысяч лет. Загадка России – это загадка сознания. Время от времени в нем пробуждаются какие-то скрытые пласты, то, что принято называть духовной силой. Навязываемая нам сегодня негативная матрица катастрофического сознания, кликушество о конце государственности, не первая попытка обуздать взлет российского духа. В лето 1612 года на Руси получило широкое распространение, анонимное сочинение о полном разорении и окончании преславного московского государства. Но уже осенью ополчение Минина и Пожарского выбило поляков из Москвы. Закончилось смутное время. Через 35 лет Россия вышла к Тихому океану и основала город Охотск, а уже через 7 лет вернула Украину, отторгнутую три столетия назад Литвой и Польшей. Получается, что через 4 десятилетия после появления крамольного информационного посыла о полном разорении, Россия не просто встала с колен, она расцвела. В 1917 году, после февральской революции, писатель Алексей Ремезов сочинил слово о погибели земли русской. Казалось, Россия вновь находится на краю пропасти. От нее отошли Украина, Грузия, Средняя Азия. Но уже через 5 лет после этого был образован Советский Союз, а через 23 года мы остановили самую совершенную военную машину, на которую работала вся Европа. В 1991 году казалось, что Россия вновь находится на самом краю бездны. Но возрождение все-таки случилось, и каждый раз ему соответствует возрождение духовное. Изменение коллективной матрицы сознания народа. Хотелось бы просто предостеречь тех, кто хотел бы нести беду на Русь. Цивилизационная гармошка Руси устроена так, чем больше на нее наезжают, тем дальше она потом расширяется. Еще раз наехали, она может расшириться еще дальше. Сейчас мы иногда предупреждаем западных аналитиков. Если вы вовремя не опомнитесь, то русская цивилизация станет цивилизацией от Тихого до Атлантического океана. Не методом агрессии, а просто выигрывая культурологически. Сегодня много говорят о поиске многонациональной идее. Ее не надо искать. Она живет в глубинах подсознания каждого из жителей евразийского пространства. Надо только научиться пробуждать ее. Многонациональная русская цивилизация это особая общность в истории человечества. Она проходила через такие критические испытания, которые не снились никакой другой общности. И на сегодня то испытание, которое проходит наша цивилизационная общность, в цивилизационном плане идет, если угодно, такая прививка, что ли. Вы знаете, чтобы человек не заболел чем-то по-крупному, его нужно чуть-чуть чем-то заразить. Вот на сегодня как раз наша цивилизационная общность вкусила все прелести западной цивилизации. Когда стоял железный занавес, мы мечтали, ой, как здорово, а какие там кино, а какая культура, а какие там продукты питания. Вот на сегодня, по-моему, мы все попробовали, во всем убедились, оценили, так сказать, и культуру, и колбасы, и продукты, и все остальное, и понимаем, что ничего лучшего, чем мы имеем на нашей земле, нет. Для оптимизма нужны победы. Россия всегда побеждала, побеждает и сейчас. Позитивный настрой на будущее это не просто слова, это код, вскрывающий внутренние, небывалые резервы каждого человека и страны в целом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова